44 года назад Вячеслав Люковец из деревни Молотковичи, тогда еще студент-медик, вместе с другом начал заниматься подводной охотой. Не один раз мужчина находил интересные находки в реке Припять. Одни передал в музей, а другие до сих пор хранит в подвале Молотковичской врачебной амбулатории, где он работает врачом общей практики. В районе Житча-Каморы в реке обнаружил кости, но не такие, как у наших животных. И я музейным работником пригласил, говорит, кость носовая, скорее всего, я отдал в музей. Потом в районе Хоево на дне речи ныряю, смотрю, это что-то не совсем обычное. Это не дерево, на дне торчит. Я взял в руки, оказалось, передняя болень, размер головы, мамонт оказался. Эту находку Вячеслав Люковец также подарил музею Белорусского Полесья. Но на этом приключения подводного охотника не закончились. Я смотрю, что-то опять необычное. И я стал расшатывать. И достал вот эту вот вещь. И поднимаю с трудом наверх. Меня снимают. Она пролежала тысяч семь-десять на дне реки. Как признается Вячеслав, все находки были случайными. Однако после он начал целенаправленные поиски. Плавающие в районе Жича и Хойна. Вот эта вот вещь. Вот эта вот вещь с такой суставной поверхностью. Она немножко разломалась, плохо сохранилась. Казалось, лопатка. Лопаточная кость мамонта. Конечно, мамонта. Рядом лежало ребро обломок. Ребро. Лежала малобельцовая кость. Суставная поверхность. Практически все. С наступлением теплых дней Вячеслав Люковец вновь откроет сезон подводной охоты. И он уже знает, что и где искать.